Библейский портал экзегет.ру представляет Сороковая глава книги пророка Иезекииля, я читаю ее в своем переводе для библейского портала Экзегет и даю небольшие комментарии. Вот начинается трудная, очень трудная, непонятная часть этой книги. В ней описано возвращение израильтян, но все, что было про это возвращение, сказано раньше. Вот они вернулись. И что описывает Иезекииль? Давайте просто начнем читать, потом уже перейдем к комментариям. На 25-й год нашего изгнания, он отсчитывает с момента переселения, в начале года, в 10-й день месяца, от разрушения города, это был 14-й год, то есть разрушение Иерусалима, «Тот самый день коснулась меня рука Господня, он перенес меня на родину. В видении мой Бог перенес меня на землю Израиля, на очень высокую гору, и к югу от нее было что-то вроде городских построек. Он перенес меня туда, и там был человек, с виду словно бронзовый, а в руке у него льняной шнур и трость для измерений. Он стоял у ворот». Ну, у него такой, знаете, архитекторский набор, да, шнур, которым меряется расстояние, трость, которым меряется вертикаль или горизонталь, ровная поверхность. И вот он обращается к Иезекиилю. Этот человек сказал мне, сын человеческий, «Внимательно присмотрись, старательно прислушайся и хорошо запомни все, что я тебе покажу, ведь ты и был перенесен сюда, чтобы все это увидеть, и возвести все, что увидишь Дому Израилю». Иерусалим разрушен, храм уничтожен. Уже 14 лет, то есть все привыкли к этому. Это не свежая боль, это состояние, в котором они живут. И он вдруг переносится туда, где его встречает загадочный архитектор такого сверхъестественного вида, и показывает ему новый храм. Все будет снова, все вернется. На самом деле храм в Иерусалиме будет отстроен не по этим чертежам, и спустя еще несколько десятилетий, долгих десятилетий будет гораздо более скромным. Это идеальный храм, храм, который должен там быть, которого там не будет до наших времен. Я не буду говорить никогда, потому что будущее от нас скрыто. Но до наших времен такого храма нет. И мы не очень понимаем, почему для Иезекииля, или для этого ангела, так важно рассказать ему об идеальном храме. Попробуем немножко почитать. «Храм был окружен со всех сторон стеной, да, то есть он отделен от остального пространства. Тот человек держал в руке трость для измерения, длиной шесть особых локтей, каждый локоть для необычного на ладонь». Ну вот, локоть у нас у всех он примерно одинаков, чуть больше, чуть меньше, еще ладонь добавленная. То есть размеры храма, они больше, чем обычные размеры. Вот аршином, в общем, не измерить. Ровно про этот храм сказано. Он должен измеряться особым неким аршином, потому что он не такой, как все остальное. Вот эти мелкие детали, они раскрывают что-то о богопочитании древнего Израиля. Он измерил постройку, она была в одну трость шириной, в одну трость вышиной. Немного, шесть особых локтей, то есть этот особый локоть у нас где-то 60-70 сантиметров, да, обычный 45, но еще добавляется где-то 15-20, да. «Затем он пошел к воротам, обращенным на восток, поднялся по ступеням и замерил порог. Первый порог был в одну трость шириной, и второй в одну трость шириной. Боковые помещения ворот по одной трости в длину и в ширину, то есть это все по 60-70 сантиметров. Расстояние между ними в пять локтей, два с половиной метра примерно. А порог ворот со стороны внутреннего двора тоже одна трость. Зачем эти пороги, эти ворота? Слушайте, ну, если бы я описывал некий храм, не знаю, там, храм Христа Спасителя в Москве, я бы что, с порогов начал? Конечно, нет. Я бы дал общий контур, там, купола красивые, золоченые, там, белый камень. Ну, а порог – это переход. Порог – это граница. Вот он переходит через порог, и он оказывается в священном пространстве. Очень важно эту границу определить, как и ворота, и стены вокруг. Он измерил внутреннюю сторону ворота, одна трость. Он измерил внутреннюю сторону ворот. Тут вообще какие-то местами даже несовпадения, возможно, ошибки переписчика, потому что иногда они совпадают. Он измерил внутреннюю сторону ворота восемь локтей. Подряд две совершенно разных картины, да. Только что было шесть, и, соответственно, да, я там, может быть, немножко ошибся, говоря о том, что это 67 сантиметров, извините, умноженное на шесть, да, то есть 3,60 примерно, или 3,80 метра. Измерил внутреннюю сторону ворота одна трость. Измерил внутреннюю сторону ворот восемь локтей, то есть побольше, чем шесть, и два торца стен по локтю толщиной. Это та сторона ворот, которая обращена к храму. Боковых помещений в восточных воротах было по три с каждой стороны одинакового размера. Разделявшие их перегородки были по обеим сторонам одинакового размера. Он измерил врата, и были они в ширину 10 локтей, их внутренний проход 13. Или в глубину 13, мы точно не знаем. Вот граница и способы перехода от обычного пространства к священному. Перед внутренними помещениями была приступка в один локоть, и с другой стороны тоже приступка в один локоть. Сами помещения были под шесть локтей в длину и ширину. Проходы в помещениях были расположены одной напротив другого. Это все внутри ворот, да? Когда он измерил расстояние в ширину между задними стенами, в двух внутренних помещениях оно оказалось 25 локтей. Обойдя в народы изнутри, со стороны внутренних перегородок, он намерил кругом 60 локтей. От входа в ворота до выхода на внутреннюю сторону 50 локтей. В стенах внутренних помещений, в перегородках между ними были ниши, и такие же ниши были по периметру внутри притвора. На торцах были пальмы. Правда, очень интересный текст. Захватывающий. Нас еще такого много. Готовьтесь. Вот почему-то ему чудовищно важно рассказать про то, как были устроены ворота. Но он постепенно движется внутрь храма. Он привел меня во внутренний двор, а по всему периметру двора было возвышение и внутренние помещения в стене. Всего там было 30 помещений. То есть какие-то служебные помещения, где можно что-то хранить, где могли там отдыхать служители храма в свободное время. Это возвышение опиралось в боковые стенки ворот. Оно было той же ширины, что и они. Возвышение было невысоким. Потом он измерил расстояние от нижних ворот до задней стены внутреннего двора, и там было сто локтей. Что от восточных ворот, что от северных. Затем он измерил длину и ширину ворот, обращенных на север. Внутренние помещения по три с каждой стороны. Перегородки между ними были точно, как в первых воротах. Всего 50 локтей в длину и 25 в ширину. И ниши, и перегородки, и пальмы все было того же размера, что и в воротах, обращенных на восток. К воротам нужно было подняться по семи ступеням. За ними был притвор. Ворота во внутренний двор находились напротив северных и восточных ворот. То есть есть внешний двор, а есть внутренний, который уже примыкает к святилищу. И он измерил расстояние между ними 100 локтей. Так, ну это только одна сторона. Потом он привел меня на южную сторону, к воротам, обращенным на юг, и измерил перегородки и притвор. Они были точно такого же размера. Внутри ворота притвора по периметру были точно такие же ниши. Ворота были 50 локтей в длину и 25 в ширину. К воротам нужно было подняться по семи ступеням. За ними был притвор. На торцах с той и другой стороны от входа были пальмы. То есть очевидное изображение пальмы, а не растение. С южной стороны были ворота во внутренний двор. И он измерил расстояние между внутренними и внешними воротами на южной стороне 100 локтей. Потом он провел меня во внутренний двор южными воротами. Измерив южные ворота, они были того же размера. И внутренние помещения и перегородки между ними и притвор все было того же размера. А по периметру ворота притвора были такие же ниши. Ворота были 50 локтей в длину и 25 в ширину. По всему периметру стены были притворы в 50 локтей длиной и 25 локтей шириной Притвор выходил во внешний двор, на торцах были пальмы И подниматься к нему надо было по 8 ступеням Только число ступеней немножко разнится, потому что, очевидно, поверхность не совсем ровная Где-то выше, где-то ниже А так он подчеркивает вот этими перечислениями, что конструкция абсолютно правильная, абсолютно типичная Такая типовая застройка Но вот храм строится, этот идеальный храм, как некая абсолютно такая геометрическая, совершенная симметричная конструкция Потом он провел меня во внутренний двор восточными воротами, измерив восточные ворота Они были того же размера, и внутренние помещения, и перегородки между ними И притвор все было того же размера А по периметру ворота притвора были такие же ниши Ворота были 50 локтей в длину и 25 в ширину, мы уже знаем Притвор выходил во внешний двор, на торцах были пальмы и 8 ступеней вели к воротам Потом он провел меня с северными воротами Измерив их, они были того же размера И внутренние помещения, и перегородки между ними, и притвор все было того же размера А по периметру ворота притвора были такие же ниши Ворота были 50 локтей в длину и 25 в ширину Притвор выходил во внешний двор, на торцах были пальмы и 8 ступеней вели к воротам Там была еще комната возле торцов Не очень понятно, что здесь имеется в виду Там можно было омыть приносимые в жертву То есть животные, которые приносятся, они грязные, вероятно Прямо с поля и статы можно их помыть А в притворе ворот стояло по два стола С каждой стороны, на которых можно было разделывать Жертву всесожжения, жертву загреха, жертву повинности То есть животные режут, а дальше что-то сжигается Всесожжение целиком, а какие-то другие лишь частичные Ну и тут же они на столах разделываются Какие части сжигаются А снаружи у ступени, ведущих к северным воротам Были два стола около одной боковой стены И около другой еще два стола То есть по одну сторону от входа были 4 стола По другую 4 стола, всего 8 столов, чтобы разделывать на них туши 4 стола из тесаных камней были для жертв всесожжения Длиной в полтора локтя, шириной в полтора локтя И высотой в локоть На них можно было класть орудия, которыми разделывают жертвы всесожжения И прочие жертвы По всему периметру стены были вбиты крючки размером с ладонь А на столах можно было раскладывать жертвенное мясо То есть описание такой мясной лавки совершенно точное и подробное Поскольку жертвоприношения связаны с забоем и сожжением скота То понятно, он описывает подробно, как все устроено Что все упорядочено, все приготовлено, все готово к тому, чтобы этим пользоваться ежедневно и постоянно По всему периметру стены были вбиты крючки размером в ладони На столах можно было раскладывать жертвенное мясо Около внутренних ворот находилось помещение для певцов Ну, тут есть конъюнктура помещения в дворе, да И непонятно, почему певцы, которые наверняка были в храме, именно тут должны были жить Они были во внутреннем дворе, другой у северных ворот, вход с южной стороны Другой у восточных ворот, вход с северной стороны Он сказал мне так Помещение, куда входит с юга, для священников, несущих служение в храме А помещение, куда входит с север, для священников, несущих служение при жертвеннике Жертвенник стоит вне храма, и на нем сжигаются эти жертвы Это потомки садок из левитов, только они могут представать пред Господом и служить ему То есть некоторые из священнических родов это могут делать Он измерил внутренний двор, тот был квадратным, столоктей в длину и столоктей в ширину Жертвенник стоял напротив храма, он подвел меня к храму Измерил торцы его стен Вот он, наконец, померив абсолютно все, постепенно приближается к храму Оба были по пять локтей толщиной Вход был 14 локтей в ширину, а со стены по бокам от входа по три локтя с каждой стороны Притвор был 20 локтей в длину и 12 локтей в ширину Подниматься к нему надо было по 10 ступеням, а по бокам от входа с каждой стороны стояли столбы Вот здесь пожалеют, что до нас не дошли чертежи Чем все это описывают, проще было бы начертить Но, видимо, для Иезекииля было крайне важно описать вот эту размеренность, упорядоченность, организованность того будущего храма Который не будет построен ни при его жизни, ни до наших самых дней Будет построен один более поздний, но он совсем не по этим чертежам возникает И вот это некий идеал абсолютно упорядоченного геометрически ровного пространства А дальше мы будем читать уже, собственно, про храм в 41 главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok